Такой концентрации военной техники на один квадратный метр мало где увидишь. А здесь 300 тысяч квадратов в выставочной площади, свыше 11 тысяч экспонатов. В подмосковной Кубинке в третий раз открылся военно-технический форум «Армия-2017». Продукцию привезли более 1200 оборонных предприятий со всей России и стран зарубежья. В этом году в форуме принимает участие 9 крупных оборонных предприятий Тульской области. На демонстрационных площадках, как образцы вооружения, которые уже показали свою эффективность, так и совсем новые разработки. Десятки единиц боевой техники от конструкторского бюро имени Шипунова. Две из них секретные, их оценят только военные. А вот новая морская модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-МЕ» выставлена на всеобщее обозрение. Установка уже запущена в серийное производство. Она создана для защиты российских кораблей. Комплекс способен захватывать, вести и уничтожать одновременно четыре цели. Сочетание двух видов вооружения позволяет обеспечить достоверное поражение, близкое к единице, низколетящих противокорабельных ракет за счет обстрела ракетным вооружением. И если не поражено ракетным в ближней зоне, дострел пущенным вооружением. Все это делается в автоматическом режиме. Площадка КБП первая, которую осматривает Алексей Дюмин. Он приехал на форум поддержать тульских оборонщиков. Свою продукцию демонстрирует и завод «Сплав» – это реактивные снаряды. Конструкторы предприятия «Стрела» привезли радиолокационные системы для наземной разведки. «Сами не летаем и другим не дадим», – шутят тульские оборонщики. И доказывают, современные военные комплексы, созданные на тульской земле, способны уничтожать любые наземные и воздушные цели. В общем объеме продукции оборонно-промышленного комплекса страны Тульская область занимает пятую часть. Подобный форум – это отличный толчок для развития не только оборонных заводов, но и смежных предприятий, выпускающих продукцию для военных нужд. А значит и экономики региона в целом, отмечает Дюмин. Я рассчитываю, что эта площадка, сегодняшний форум, расширит наше сотрудничество по линии Министерства обороны с другими силовыми структурами. И кроме того, мы прекрасно понимаем, что есть изделия, которые идут на экспорт в другие страны мира. Для нас это тоже важно. И мы прекрасно понимаем, что это хороший потенциал и уверенность в завершении для наших крупнейших предприятий. Объем производства оборонной продукции в стране последние пять лет растет. России нужен современный военный щит для обеспечения безопасности от внешних угроз, в том числе мирового терроризма, обращается к оборонщикам Сергею Шойгу. Министр обороны России открывает военно-технический форум. На него в этом году съехались представители более десятка зарубежных стран, в том числе Китая, Словении, ЮАР, Пакистана. Для региональных оборонщиков это возможность продемонстрировать свои разработки иностранным партнерам и заключить выгодные контракты. Вот эта вот выставка, как ничто иное, подчеркивает интерес к тому оружию, которое делает на сегодняшний день российский ОПК. Это, конечно, наши партнеры, которые приезжают из-за рубежа. И у нас вот с завтрашнего дня идет целая серия переговоров, которые, на наш взгляд, уже сегодня видно. Это подписание определенных или меморандумов о намерении, или уже конкретных контрактов. Интерес к продукции оборонных предприятий высок. Это показывает состав участников военно-технического форума. Он продлится до 27 августа. Но, несмотря на это, перед оборонными предприятиями ставят задачу постепенно переходить к выпуску продукции гражданского назначения. К 2025 году довести ее объем до 50%. Особое внимание к разработкам в области энергетики, медицины и космоса. Надежда Милехина, Роман Тюкин, Первый Турский. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...